Привет! Вы на канале Плохой Звук. Это Москва за неделю. Все самое интересное, что произошло в городе за последние 7 дней. Дети на Альдине, звезды избавляются от элиты недвижимости, драк иммигрантов на стройке, Москва прощается с Владимиром Жириновским. Если вам интересно, обязательно оставайтесь с нами. Ну, ладно, разговоры в московских гостях, конечно, в первую очередь о погоде. Аномально холодное какое-то состояние в Москве было в конце марта-начале апреля. Холодный ветер, снег, который буквально засыпает все, что попадается им на пути, и площадки, и машины, и людей. У меня было отдельное видео об этом на канале, можете посмотреть, если не видели сами. Было полное ощущение, что в Москве, ну, если не январь-февраль, то как минимум декабрь, но никак не конец марта-начало апреля. Понятно, что все это порождало массу шуток, массу приколов, типа, что весна тоже прекратила свою деятельность на территории России, или, может быть, Бог нас проклял за Украину. Но в итоге, к концу недели, все начало постепенно налаживаться. Да, конечно, в каком-то комфортном, солнечном состоянии речи не идет, пока просто тепло, но это уже не мало, уже снег постепенечку тает, и скоро его, наверное, уже совсем не останется. Характерный признак того, что весна пришла в Москву надолго, в метро снимают вторые тамбурные двери, а значит, все, как бы, можно убирать зимний пуховик на антресоле. Два мальчика дрейфовали на льдине в районе станции Серебряный Бор. Сотрудники обнаружили детей во время патрулирования дежурной смены поисково-спасательной бригады. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны. Сцендент произошел, что удивительно, 1 апреля спасатели проводили патрулирование по Москве-реке на станции Серебряный Бор и заметили 13-летних мальчиков, которые плыли на льдине. Сотрудники незамедлительно сняли детей и доставили их на берег. К счастью, никто не пострадал. Что стало с льдиной, не сообщается. Удивительно, что эту новость не подхватили московские законодатели, потому что на лицо две темы, которые, конечно, требуют внимания. Во-первых, дети незаконно захватили транспортное средство и пытались на нем перемещаться по Москве-реке, и им за это ничего не было. Законодательное регулирование вопрос льдин. Потому что понятно, что льдин — это, конечно, транспортное средство, и нужно вести отдельное законодательство для использования льдин в Москве. В каком случае ты можешь наступать на льдину и плыть по Москве-реке, в каком случае не можешь. Ну, во-вторых, это, безусловно, незаконное использование московского имущества, потому что, конечно, льдина принадлежит Москве. Если ты вот как бы берешь льдину, то ты должен как-то, ну, наверное, уведомлять правительство или мэрию Москвы о том, что вот ты ее используешь. Мне кажется, что даже должен появиться обязательно сервис льдина-шеринг в Москве, где ты можешь как бы вот за какую-то отдельную плату арендовать льдину, чтобы, если тебе нужно, по Москве-реке куда-то переместиться. В общем, масса вопросов есть к столичным законодательным. Удивительно, что пока они на них нет. Телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы в элитном жилом комплексе стоимостью 10,3 миллиона долларов. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ. По данным телеканала, на момент продажи, с учетом волатильности курса американской валют, квартира вышла почти в 1 миллиард рублей. Речь идет об апартаментах ведущих в элитном жилом комплексе в районе Хамовники. Собчак продала квартиру вместе с двумя прилагающимися к ней машинными местами. За все это она запросила 10,3 миллиона долларов. При этом известно, что покупка апартаментов в 2019 году обошлась в Собчак всего в 300 миллионов рублей. Ранее также появилась информация о том, что Иван Урган продает свои двухровневые апартаменты в Москва-Сити и дом в поселке Горких-9, что на 25-м километре Рублевого Успенского шоссе. Понятно, что это, конечно, довольно громко звучит, но для деятелей шоу-бизнеса и не только, покупка квартиры это, в первую очередь, инвестиция, способ сохранить какие-то свои накопления и способ сохранения своих активов, способ их приумножения, потому что можно какую-то квартиру купить, пока она дешевая, потом продать дорого. И в случае Собчак тоже об этом идет речь, то есть говорится о том, что покупала на квартиру, когда в 2019 году, когда она стоила 300 миллионов рублей, а сейчас продала, по сути, за 1 миллиард. При этом сами ни Ургант, ни Собчак как-то информацию о продаже недвижимости не комментируют, что подрывает какую-то конспирологию, в том числе про патриотических медиа, потому что на фоне сообщения о том, что и Ургант, и Собчак, они находятся не в России, находятся в Израиле, и уже либо получили израильский паспорт, либо готовятся его получить. Как бы активно напирают на то, что вот просто звезды продают жилье, потому что они из России уезжают, и вот здесь, как бы, зачем им квартира, когда там они условно будут жить в Тель-Авиве, или там в Хайфе, или где-то еще на земле обетован. Ну, эти слухи пока особо ничем не подражены, тем более, что нет никакого препятствия для того, чтобы владеть недвижимостью в центре Москвы, живя там в центре Тель-Авива, или где-то еще. Понятно, что здесь речь идет, наверное, о каком-то сохранении активов, что сейчас там есть понимание, наверное, того, что в текущих экономических реалиях вот эти дорогие квартиры, они, скорее всего, дорожать не будут, а, скорее всего, будут дешеветь, они будут неликвидными, и, может быть, они хотят перевести эти активы в какую-то более интересную, актуальную форму, тем более, что, ну, довольно сложно представить, что там звезды шоу-бизнеса уровня Собчак или Уронтов целиком и полностью покинут территорию России, все же основной их заработок здесь, да, то есть вести корпоративы они могут только здесь, и представить, что они вот уедут отсюда навсегда, ну, довольно сложно. Драка мигрантов. На стройке ЖК в сердце столицы в Москве произошла стычка с участием минимум 120 мигрантов, сообщает телеграм-канал База. По информации телеграм-канала, драка между мигрантами могла начаться из неосторожного брошенного слова «дурак», которым рабочий таджик наградил коллегу узбеков за палец ссоры. За считанные минуты маховик за именем неприязни был раскручен на полную мощность, и в драку тянулось чуть ли не весь состав стройки. Ну, во-первых, из этого видео мы узнаем то, что, вопреки распространенному заблуждению, мигранты не уехали с территории России, не спреки мнению, что в текущих экономических реалиях им невыгодно здесь работать, и что, как бы, вот, они будут куда-то возвращаться в те места, откуда они приехали. Нет, выяснилось, что мигранты спокойно работают и вот даже конфликтуют между собой. Ну, наверное, для нас хорошо, что это коллег какой-то пока внутренний, то есть он не вышел за пределы вот этой самой стройки, то есть просто ребята там, видимо, выплеснули накопившуюся у них агрессию, которая была, вот, наверное, за какие-то последние месяцы. Но, скорее всего, такие случаи будут ощущаться, потому что мы понимаем, что перспективы строительства в Москве, они тоже весьма туманны, скорее всего, количество стройок будет сокращаться, значит, будет сокращаться количество рабочих мест, и что будет с мигрантами, которые останутся без постоянной работы, пока не очень понятно. Главное, наверное, массовое мероприятие, прошедшее в Москве на прошедшей неделе, это вот церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которое прошло в колонном зале Дома Союзов по соседству с созданием Государственной Думы, где, как бы, он долгие годы работал. Мы ему в нашей передаче, конечно, давали политическую оценку деятельности Жириновского. Понятно, что кто-то к нему относится хорошо, кто-то плохо, но вот это всегда публичная церемония прощания, когда любой желающий, вот кто хочет в будний день приехать и проститься, проверить, насколько вот та народная любовь, о которой пишут в газетах, которые говорят по телевидению, она реальна. То есть готовы ли люди ради того, чтобы проститься, может, не самым близким для них человеком, там, уйти с работы и потратить время, которое они планировали на интересные дела, ради посещения этой, ну, не сказать, чтобы очень уж интересной церемонии. И здесь можно сказать, что Жириновский этот тест благополучно прошел, то есть изначально церемония была рассчитана всего на два часа, но, по-моему, ее еще на два часа продлевали, потому что число людей, которое шло к вот этому колонному залу Дома Союзов, оно не прекращалось. Что свидетельствует о том, что, конечно, вот за те, там, почти сколько, 30 лет своей активной политической деятельности Жириновский не утратил, даже несмотря на какие-то его, может быть, не самые однозначные поступки, не утратил той популярности, которая есть у него среди населения. Наверное, самый большой вопрос, конечно, это стилистика этих похорон и прощания, потому что, конечно, выглядело все это максимально скучно, максимально стандартно, то есть вот играет классическая музыка, люди проходят, их подгоняют, все время говорят, не задерживайтесь, давайте вперед-вперед, там еще люди за вами идут. Для такого яркого, для такого интересного политика, как Жириновский, ну, мне кажется, это выглядело довольно скучно и бледно. В активном гражданине началось голосование, в котором москвичи выберут имя для робота-собаки, поступившего на службу в Московскую государственную инспекцию по недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы. О чем, собственно, и идет речь. В конце прошлого года в ведомстве появилась первая робособака Коди, она обследует объекты недвижимости и выявляет в них признаки нарушения. В Москве это первый опыт применения роботов для контроля в земельной имущественной сфере. Сейчас в ведомстве появилась вторая робособака, большего размера для нее граждане и выберут имя. Что же будет делать этот робот-собака? Уже в этом году робот будет самостоятельно патрулировать улицы, снимать на фото и видео окружающую обстановку, сверять данные из загруженной карты, определять, есть ли на этом участке новые незаконные строения. Робот весит 30 килограммов и умеет передвигаться со скоростью до 11 километров в час. Как сообщается, пешеходы могут не волноваться, электронный зверь абсолютно безопасен, он не лает, не кусается и умеет обходить преграды, в том числе и людей. Несмотря на такой красивый пресс-релиз, пока не очень верится в его осуществление, как говорится, пока сам робособаку не увижу где-то на улице, не поверю, что это эффективно. Скорее, пока это выглядит как такой пиар госинспекции по недвижимости, потому что вряд ли как-то кто-то из нас часто о ней слышит, как-то часто читают о ней новости. И вот, видимо, решили ребята как-то попасть в новости, поднять цитируемость, получить свои 5 минут славы в федеральных новостях. И вот поэтому придумали какой-то проект с роботом-собакой. Насколько он эффективен, совершенно непонятно. Насколько вообще нужно это устройство, или просто это демонстрация того, что вот и у нас есть какие-то высокие технологии, не только там пожилые инспектора, там экспонтируют, но и вот и робот будет среди них. Тем более, очевидно же, что робособака наверняка требует гораздо большего обслуживания и финансовых вложений, как минимум для того, чтобы просто ее вот обслуживать, как-то давать ей какие-то задания, контролировать, проверять там, где она вообще находится, не потерял, не погналась ли она за какой-нибудь электронной кошкой. На ВДНХ открыли музей городского хозяйства и ресторанную зону. Самая громкая новость, связанная с мэром Москвы на прошедшую неделю, это открытие музея городского хозяйства и фудкорта на ВДНХ. О чем идет речь? Музей городского хозяйства должен в интерактивной и интересной форме рассказать людям об управлении городом уникальными системами водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Благодаря интерактивным инсталляциям и мультимедийному контенту, гости музея побывают на стратегических объектах городского хозяйства, куда разрешен вход только работникам. Увидят, как устроены ТЭЦ, очистные сооружения, системы наружного освещения и многое другое. Те процессы, которые подчас скрыты от глаз горожан, но от которых зависит наш повседневный комфорт. Параллельно был открыт ресторанный комплекс, но по факту большой фудкор под названием Реста Маркет, на котором представлены кухни различных народов мира. Сейчас здесь 150 посадочных мест, но летом, когда откроются веранды, видимо, планируется их увеличить до 400. ВДНХ сейчас для столичной мэрии – это такой второй парк Горького, то есть вот такое место для горожан, где люди могут прийти и получить максимум удовольствия на квадратный метр. Здесь будет и много музеев, и концерты, и фудкорты, и вот здесь тебе должно быть прикольно. Понятно, что первый шаг к тому, что сделать из ВДНХ такую большую точку притяжения – это было создание каткальзимой, одного из самых больших в мире. Понятно, что летом создать такую точку притяжения довольно сложно, но это делается с помощью разных других объектов, вот различных музеев, уже там функционирует тот же «Дельфинарий», там музей «Моя история», музей кино, там вот даже должен также открыться корпус Третьяковской галереи на территории ВДНХ, то есть здесь должны быть представлены локации для разных аудиторий, чтобы разные аудитории туда приходили и дополняли вот этот большой парк ВДНХ тоже в своем присутствии. Ну, по словам мэра Москвы, летом ВДНХ откроет еще несколько новых музеев, а также аттракционно и самое большое в Европе колесо обозрения. В зоопарке проснулись барондуки. Несмотря на то, что зима была достаточно суровая, барондуки в зоопарке долго не засыпали. Или засыпали, и через некоторое время снова просыпались. Так они провели всю зиму. Но с приходом тепла они окончательно пробудились и резво бегают по Валеру, с любопытством поглядывая на киперов и нежданных фотографов. После пробуждения в Валерии барондуков весенний беспорядок. С земли скорлупа от орехов, из дуплянок торчит войлок и сухая трава. Дело в том, что спячка барондуков не очень глубокая. В теплые дни грозыны могут проснуться, погулять и перекусить, что они и демонстрировали всю эту зиму. У барондуков есть характерная особенность. Они еще в спячке делают обильные запасы еды в своих дуплянках. Сухи могут организовать несколько обильных заначек. И потом спать всю зиму на кучках из орехов и семечек. Любопытно, конечно, успели ли барондуки до зимней спячки закупить валюту и сахар. Но об этом ничего не сообщается. Большое спасибо, если вы досмотрели это видео до конца. Пишите, что вы думаете по поводу новостей недели. Упустили ли мы что-нибудь? Или наоборот, что-то может быть не до конца осветили. Обязательно учтем ваши пожелания для следующих выпусков. Оставайтесь с нами. Пока.